Отлично, хорошо. Итак, Максим, прежде всего хотел бы вас поблагодарить. Спасибо большое, что отозвались и приехали. И давайте начнем. Первый вопрос. Я немного изучил там, где вы учились. Я тоже закончил твой мобаллана и У8 за счет информации. И первый вопрос. Как вообще вся эта тусовка в твой мобаллана? Как там обучались? Где обучались? И какое нас лучшее вы сказали тебе из-за университетства? Я учился на ИУ-7. Я ушел, через два года я не закончил. Я там учился в 73-55 год. И там был уже такой... Не знаю, мне было скучно учиться. Я программу первых курсов знал, потому что я учился в лицее. И до этого, как ты помнишь, там мне нашел свой бизнес. И, в общем, я бросил карьеру программистичную работу. То есть вы занимались торговлей, а вы как бы вообще не занимались? Нет, я зарабатывал в 30 раз больше, чем я мог зарабатывать как программист. В то время, в 92-м году, в торговле. И у меня просто тоже был и преминый, и интересный проект. Понятно. Такой вопрос. Я когда учился, допустим, в Баумке, я помню, как, допустим, Евы-сеть, они рекоментировали ребятки из Баумки. Я точно помню, что такой, вот, какой-то архитектурной, экономической работы со студентом не было связано. Почему же чем это связано было? Ну, у меня первые люди, с которыми я работал, они, на самом деле, учились вместе со мной. То есть, первые люди, которые мне работали, они учились со мной в группе, либо в параллельной группе. А вот, на самом деле, наверное, первые, там, не знаю, первые, там, четырех-пять человек я взял бы с... из группы, которые я учился. А так, на самом деле, у нас работало в то время очень большое количество людей из лучших в России, в Москве работали. Время того же, потому что как-то ж не работало, сколько продавцов недостаток. Ну да, я помню, я, честно, могу признаться, я, вот, примерно, в студенческие годы, когда у Баумки учился, я работал у вашего основного конкурента, у Евгения Евгеньевича Сыракина, именно техподдержка. И что меня тогда поразило, когда я пришел, вот и был, если не ошибаюсь, в 2006 или 2005 год. И когда нам начали показывать работу, я удивился, насколько все правильно было поставлено. СРМ, система управления бизнесом, система поддержки. И я как понял, потом уже начал разбираться, увидел, что очень много скриптов было на английском, даже не переведено. Я как понимаю, что Евгений и его команда, они презентировали какой-то западный опыт, допустим, какое-то западное решение, и его адаптировали под Евросеть. Вопрос к вам, как вы тогда именно сделали так, что смогли управлять таким большим количеством магазинов, и так эффективно. Какие решения использовали? На тот момент все было гораздо проще, чем сейчас, менее разно, что ли. Мы почти все записывали сами. То есть у нас, если брать вот такие базовые решения, просто стандартные, на тот момент это был 1С, и мы его, у нас там был по сути программисты, которые его там переделали, перепитывали, выглавляли туда 1С. Ну, то есть у нас фактически возникла такая своя самописная решение, в смысле все это самописное решение, которое уже производителям не поддерживалось, но мы на базе него, в том же время, что мы собираем лако. А CRM-ки, ну, то есть у нас были свои решения по программе лояльности, и по общей, по лидерпи-системе, то есть фактически нам в то время пришлось все с нами делать. Ну, то есть вы не привлекали, как я понимаю, каких-то западных специалистов, да, чтобы они уже интегрировали уже свой опыт, то есть вы фактически смотря, что делали. Ну, я позже-позже, мы ставили заводную систему, то есть у меня был один из проектов, номер один, номер два, онлайн и эдер в России, и мы в него поставили саппу, то есть на тот момент, это же был такой год, в 2011-м, на тот момент уже были, ну, были продвинутые решения. Сезон мы начинали в 2001-м, на тот момент мы просто постепенно, постепенно поставили. Для вот онлайн-ритейлера мы выбрали саппом, достаточно большой был контакт, я не помню, но на несколько долларов. Вот, в принципе, мы были довольны. Ну, понятно. А такой вопрос, то есть у Таштаниши, а, допустим, уровень специалистов, ну, вы начали в 2001-м году, да, и уровень вот тогда российских специалистов он вообще удовлетворял, или у вас так же, как у Евгения, была целая там система на обручение. Как продавать? Я помню, были у них тренинги довольно-таки серьезные, то есть именно по продажам, когда они рассказывали про то, что если бабушка, допустим, пришла, то обязательно ее надо обслужить. Ну, какие-то такие вещи. Как у вас... Смешно звучит, это очень... Ну, я имею в виду, что американская группа на 50-х радиопреда просядет, вот, не помню. Ну, у нас... Мы этим серьезно занимались, нам кажется, лучше, чем просто для уважения в продаже. Мы делали тренинги, то есть у нас было сотни своих трениров по стране, мы делали разные тренинги, логически через тренинги опирали тренинг в бодля, то есть порядка, ну, наверное, около трех дней мы возились с людьми, и через тренинг вот тренинг он все детически выбрал. Ну, тренинг у нас и головой такого, естественно, набора, ну, в смысле. То есть мы через тренинг видели везде, у которых есть универские навыки, у которых нету, у которых есть устойчивость к стрессам, или, ну, какая-то способность ну, как-то убрать свою бодли, если можно пить, когда они общаются с клиентами. То есть, ну... Мы через то, как люди проявляются в любви, мы выбирали тех, когда мы побывали. Да, просто я вам точно помню, я, когда вы, как я понимаю, начали с габаруська, по горам дворца. Ну, я начал вообще, не понятно, что, то есть я начал, мне было 12 лет, потому что что-то доводится. То есть я... Ну, тогда я все только начинал с России, там было много в хронных рынках в Москве, и первые в первом магазине много любви, но в том числе и вовремя были. Да, я просто вот точно помню, честно могу сказать, что когда я, допустим, приходил в Евросеть или там связной, я четко помню, что очень квалифицированные были именно ребята, которые там работали. это раздительно отближало, допустим, от того, что я был на горбушке. Там всегда какие-то ботаники, которые рассказывают о гигагерцах, мегабитах и так далее. То есть это совершенно не было истории про продажи. Это было какой-то из больших технорей, да, фактически, которые пытались что-то продавать. Вот, вопрос именно в этом, а как вы смогли, как вы вообще интересные мы просто искали людей, это были технические, допустим, какие-то специалисты со совокупностью с продавцами или были только продавцы, которые уже подтягивали именно технические пятна руки? Ну, сначала это было много еще людей, которые шли продавцы с высшим образованием. В конце 90-х тогда было очень много людей из МТПИ, МИТИ, там, какие-то университеты, которые шли продавцы. Ну, студенты, это сразу после музыки. Но для нас важнее всегда были не технические знания, потому что техническим знанием человеку можно достаточно легко научиться, человек может быть заполнить. Это не имело для нас большое значение. Но когда ты продаешь, важнее всего умение слушать человека. И просто, это правильный вопрос, умение слушаться, он будет в таком стабильном, позитивном настроении. Поэтому у нас критерия основной, это такие. такой вопрос, допустим, если мы говорим сейчас про вообще всю заражающуюся, когда в России, да, историю с ритейлом, то есть я помню, что вот именно связной и евросеть, это какой-то был пример именно очень быстрого роста. Потому что до этого не было таких вот ярких примеров, когда компании так быстро росли. если я могу конечно ошибаться, то есть у вас там было 3 с чем-то тысячи, то есть у Евгения было там больше там 3 тысяч и так далее. Вопрос, вот как вообще вы, да, который был сначала продал на горбушке, да, как я помню, вы рассказывали в одном из интервью, вы продавали с фурой, как вообще вы к этому пришли, что надо открывать сеть? Вот в какой момент и был ли у вас какой-то страх? Вот это же довольно-то масштабная история. На самом деле постепенно все органически развивалось, то есть у нас я начинал просто продавать продвижность, не знаю, по-нас-петингу мне было 16 лет и постепенно я открывал магазин, который продавали персональную электронику, еще не было мобильных, но я еще не продавал мобильных. И у меня таких магазинчиков было наверное порядка 40-50 в Москве. И потом в 2000 году уже было некуда расти с тем, что я делал. То есть я уже продавал по центру сорок всего, что в России завозилось по персональной электронике, домашние родители, форны, наушники, бухганы, куэры. Я стал расширяться в мобильные. То есть у меня продавец бизнес в основном был 80% авторий бизнес. Но я просто видел, что авторий бизнес был не так, ну, на этот момент я шла, что он был постепенно свеживаться и производитель просто напрямую работал с общинностями. И поэтому стал открывать общий магазин. То есть там страшно, не страшно, но был страшноват в том, что я никогда не занимался рекламой, у меня не было бренда. И мы просто магазин открывали на поток. Ну, то есть туда-пуда и так были приходили суммы этих рекламных. И поэтому я сначала просто купил жизнь магазинов, которые находились вне рынка, должны посмотреть, они работают. Они не зря ради деньги даже нам не давали. Мы не должны ничего заработать. По крайней мере, удовольствие тоже было. Это не так страшно и понятно, что будет в конце, что будет вводить настоящий. Потом для нас вот первый год, когда мы развивались, не было страшновато, потому что у меня тогда было миллион срок долларов, я их все уважал в эту полученную сеть. Она теряла деньги, то есть мы открыли 140 магазинов, они теряли деньги, и они зарабатывали, стали беспоподные сделать достаточно большую рекламу. они сетут по продаже, а так до рекламы, то есть у нас там кварталы не осталось и так не продолжается жить. Понятно. А если по результатам, если я ошибаюсь, я опять же могу ошибаться, но опять же, я смотрел интервью, тени ваши, у вас разнятся ваше именно мнение о том, кто был лидером. Как я понимаю, что лидер по продажам все-таки был связной в тот момент или в какой-то период времени. Ну, там у нас менялись позиции, то есть Женя и Россия на чехолокан перед раньше мы официально запустились в 2002-м по-треке. Мы достаточно быстро обогнали буквально а потом наоборот остановились по разным причинам. То есть я разошел с партнером, человек, который был генеральным директором, по типу. У нас был бардак с беспропорственной частью бардак. Мы начались быстро открывать магазины, не управлять магазины, но у нас было очень много проблем с EAP, с учетом, с СССР. То есть тогда не было хороших систем дементифирования. У нас все очень поздно получали отчетность, нам было сложно планировать. В общем, офис отставал, и мы это мазили какое-то время. Они стали быстрее гораздо чем двигаться. Они стали раз в три больше, чем мы до этого года. Потом мы просто постепенно стали играть на несколько в какой-то момент связной стал на 30% больше, у вас сеть в году 2010-й может быть. Понятно. А такой вопрос опять же из-за вашего одного собака рассказывает такой случай, что его сеть сделала предложение вашим арендатором и по-моему там порядка 200 миллионов, что они выкупят право на аренду. И вы тогда потеряли 120 миллионов. У меня такой просто этический вопрос. Насколько вообще если ты с человеком общаешься, с конкурентом, и вы делите рынок, насколько это вообще правильная история? Я понимаю, что можно сказать, что это был менеджмент в сети, но такой тонкий момент. Это первая часть была позиция такая, что бизнес это война. А я всегда считал, что бизнес это просто творческое созидание в манья. Для меня было некомфортно и непонятно зачем. Бывает на прошлом. У нас сложная ситуация, потому что они сделали разные вещи. Они были акционеры-операторы, недовольные на руку. И одновременно произошли несколько вещей. Недовольные на руку перестали с нами работать, а это для нас будет 70% операторов. И нас безрассмотрят потому что обманывалось, потому что мы как магазин, в котором есть выбор всего. Если у нас нет, операторы с нами не работают, и не принимают платежи, у нас очень сильно падает ракет, то есть на 90% ракет это платежи. операторы перестали на сколько принимают платежи и перестали платить контракт. Операторы 70% это первое, что-то произошло. Второе, что-то произошло, всем нашим арендодателям 3000 свежим магазинов пришло письмо везде следующего содержания, что свежим контракт, а мы предлагаем пока не поздно дать эти магазины в аренду мы готовы платить выше, платить где-то на 10% больше. У нас были короткие аренды, аренды были где-то на 11 месяцев, потому что в России иначе их там было регистрировано платить на руки арендодателям, они не очень любили так посудить. Вот, и у нас получилось это было году наверное 13-12, 13-13 годами. У нас был очень сложный период, мы потратили 20 миллионов долларов, чтобы сохранить ревные отношения, мы сделали виртуальную игра про СНТКС, мы что, пришлось сделать, что-то мы потеряли, ну то есть мы отдали там 300 или 400 магазинов, потому что для нас не было смысла с нами бороться, там Евросейдина потратила, по нашим асминхам 200 на это упражнение. в какой-то момент в какой-то момент они перетенции не работают. Ну то есть просто они поняли, что это не работает, потому что они не могут не могут месяц на таренты забрать, поэтому ремонт продолжался уходом, может, месяца 6-12 себя понятное. Понятно, а вы не пытались с ними разговаривать или это бесполезно было? В каком-то вообще все происходило, это был диалог или это просто было действие и вы должны отвечать? Это была война, война. Я не разговариваю, нет, я не разговариваю, но если человек хочет, чтобы вывоевать, если он верит, что он будет в этот момент с ним сложно сказать. Я не разговариваю, я не не разговариваю. А вот эти компании дилайн и мегафон, они уже не вернулись? Какие вернулись потом? Они потом вернулись, потому что они поняли, что мы спокойно без них стали жить, стали продавать МТС, плюс свой снижение и им отрабатывать. Они поняли, что в общем это ликвидировать у нас не получается и не проще сна не ловится. Понятно, я не знаю, это внутренний вопрос такой, но 120 миллионов, да, довольно-таки внушительная сумма, тем более для тех лет, из каких ресурсов подправить денег для того, чтобы погасить этот пожар и всю эту историю? Ну, связная срабатывала по 150 миллионам в год с минусами и питья. То есть, в общем, из своих целей нужных потоков. То есть, фактически, годовой выигры это дарно? Ну, не знаю, недарно. То есть, у нас была выручка, где-то, я не помню, сейчас точно не помню, но за половину года такого порядка года. Понятно, а теперь вопрос следующий, допустим, я точно это помню, что в какой-то момент времени мне показалось, что вы переключились на чуть более интересный проект, на тот взгляд, мне казалось, это Enter, вы строили что-то типа Амазона. Как это вообще переход произошел, что вот у вас есть уже успешный бизнес везной и дальше вы перескалькиваете на это? Или у вас уже компания была автоматизирована, она работала по самому себе, и вы могли, допустим, уже взять вот эту службу Ахилу название Амазона Россия. На этом получилось следующим образом. У нас была команда, мы строили параллельно со связями, построили ручную сеть для компаний МТС для меньшего российского окрада. То есть, мы консолидировали несколько компаний, несколько активов, направили множественных магазинов. То есть, у нас был такой номер-менеджмент, контакт с ними. Ну, как-то не знаю, как совместная митриятия. И мы за два с половиной года собрали компанию из 2900 магазинов и там больше миллиарда дочек для компании МТС. Дальше у нас эти отношения закончились, у нас образовалась свободная команда, которую надо было пристраивать. я жил вон и не в какое-то время никому очень нравился проект названием «Матрос». Такой предвестник по Мазону по счету подложной торговли 70-м торговли. были юридические магазины и каталоги интернет и терминалы в магазине. Это был такой гибрид между онлайн-торговой и у нас какой-то. когда мы начинали с смартфонов с проникновением интернет-торговой смартфонов измерялся в небольшие низкие проценты. И поэтому мы делали гибриды. Мы делали гибриды. Мы делали то, что Amazon пытался сделать последний побрель. Они сделали по сотни и возьмем Amazon где они продавали бестселлеры. Они сделали физические магазины. У них это не получилось по разным причинам. Amazon Go, который использовал это был помимо электронных бесконтактных. Нет, я не про Amazon Go говорю, я говорю про магазины, в котором они продавали физические вещи, но просто бестселлеры. А, я знаю, на вот этот такой. Да, они проект закрыли, но наши концепты похожи на то, что они первые они стали делать. То есть у нас не онлайн, онлайн. То есть у нас процентов 80 был онлайн и процентов 20 онлайн. Ну, на самом деле, если посмотреть, допустим, евросети, очевидно, что у вас были сладкие ваши слады, у вас была быстрая логистика. Соответственно, понятное дело, что вам было проще быстрее. Нет, мне кажется, не нахуй период. То есть мы управляемся не в столе, мы управляемся не в столе. То есть нам не было проще выстроить. Это был просто новый совсем бизнес. Опять же, это... Уточню вопрос. Вы использовали уже ресурсы связного, допустим, спорские ресурсы, магистические ресурсы, чтобы выстроить что-то наподобие Амазона. В этом же идея была и не ожидать. Мы использовали немножко совсем. То есть мы использовали связной как электроники, то есть связанный с мобильной связью для ментора. Использовали связной для каких-то сервисов финансовых или операторских услуг. Но в принципе логистику мы устраивали отдельно, потому что логистика была совершенно другая, то есть было много еще миггелей, плавильников, телевизоров, было очень много трудноговорит техники, было гораздо больше миггер, поэтому все отдельно строилось. То есть под Энтер была выстроена полностью с нуля, да, практически свою логистика? Свою, своя РФ, своя логистика, свою команду, все свое. Полностью отдельно спецназано. Хорошо, а вот вы ушли в 15-м году, и почему этот проект, его закрыли и дальше не стали дальше развивать? Хотя сейчас появился Баударис, Озрон и так далее, но уже фактически были первые, кто это все начал развивать. Что произошло? Нежелание собственников пришли, или допустим, были какие-то внутренние проблемы? на тот момент было несколько встречений. Во-первых, во-первых, это было такое сложное время, то есть случился премьер, и в России учились северные западные инвестиции, это первое. Второе, случилась деваврация, то есть с 35-ти уехала на 80-с из-за того, что нефть уехала в 10-м. произошло два события, из-за которых финансировать этот проект стало крайне сложным. Один-воемки, то есть мы в нем вложили порядка 350-ти миллионов долларов, и там надо было еще докладывать около 150-ти, а этих денег в российском венчуре на такую тему просто их не было, то есть по крайней мере по крайней мере найти не удалось и одному которые любящим акционерам тоже. Соответственно, поэтому просто вопрос отсутствия инвестиционного типа такого типа проекта в России в том, что у нас нет. Хорошо, сейчас есть пример Сбербанк Маркет. Почему они не захватили проекты и не начали его сделать? Зачем вообще с нуля что-то делать, если существующий проект, который уже был вложен и не одна сотня была? Потому что вообще весь бум инвестиций если вы вспомните, то весь расцвет компании инвестиций как раз где-то 14-15 лет из-за этого серьезного отношения интересного тема на самом деле не было. То есть в России весь вечер наверное так влево будет в 300 до веке. И вот это сейчас как бы задней волной очевидно, что у макоплейсов универсальная почва будущего на тот момент такого ощущения не было. Азон существовал до 2000 года, продолжал терять деньги, но сейчас он тоже с этим. Азон на самом деле тоже его marketplace бизнесом в большом плюсе, то есть они зарабатывают выше на AWS на тупик сервисов. То есть на тот момент не было такого понимания, что даже онлайн торговый я помню, что на тот момент цифры, что 20% продавался онлайн оказались абсолютно фактически. В fashion, например, то, что гроссари будут продаваться онлайн, я сам не беру, что гроссари продаваться компаниям. То есть просто мы были 20 лет назад в таком объеме, не смартфон в России даже. Такого среди ну в общем сети были слабоватые. передачи данных то есть на тот момент все было в таком еще состоянии. Понятно, то есть это просто в том момент, я понимаю, что рынок не зазрел, для того, чтобы понять, что, допустим, когда он выгодит прогрессы, и был такой проект подконос. Он там, например, в это время допускался. Да, я разговаривал с продажом, кто инвестировал в подконос, и они теряли денег, очень много, очень долго, не могу его делать прибылью. Я не знаю, сделать ли или нет. На тот момент не я, кто-либо то, что бруссля можно онлайн продавать, вообще вера не будет. Можно электронику продавать, балабер, электронику, мебель. уже были какие-то применения, были, понятно, сатурные проекты, примеры, отросы, когда это хронически обычная тема. Понятно, а допустим, вот если пройти Амазон, здесь, допустим, логистика в Америке, она полностью выстроена, есть сильные игроки, Федекс, ЕПС, ЮСПС, и я понимаю, что на такой базе, на какой инфраструктуре гораздо проще выстроить такой проект, как Амазон. Как вообще обстоят дела именно в России и как они тогда обстояли, как вы это преодолевали, большое расстояние и недоступность до точек и так далее. Вот мне вот чисто техническое вопрос интересен. На тот момент в Америке сейчас очень большая разница в складыве и кризис по вовнам и так далее. В России на тот момент не было ничего. То есть мы все строили, мы сами все строили, мы сами арендовали столы, сами делали водительство, но у нас были какие-то подверстия службы, которые были подрядчиками, были же какие-то службы, подверстия. Но сейчас мне кажется, что это уже есть, сейчас все проще новаться. Сейчас отдельная структура отдельная инфраструктура подряд складывается в России и в любомстве. На тот момент еще не было. Ну да, здесь фактически все это развитие пошло, мне кажется, с годов 2010-х, которая активность по активным фазам. Амазон, когда люди начали сходить, я сам просто торгую на Амазон и начали что-то говорить это лет 6 назад. Соответственно, первое мое касание с Амазон, я помню свое ощущение, я даже поверил, что ты фактически просто посылаешь товар, и Амазон дает все на себя сквозку, перемещение, хранение, логистику до конечного клиента. То есть, бери и просто торгуй. То есть, тебе дали доступ до огромного маркета, и это был, я сейчас скажу, такой, 2015 год, когда я в свою работу в Америку приехал. В тот момент мне казалось, что главной проблемой является то, что, а, кстати, вот, это тоже в Пуговомоскоп это называемое воровство. Исходя из этого, допустим, аналогически здесь воровство, здесь воровство на складах. Наверняка, вы когда в «Звездном» работали, это, может быть, не главная была, но одна из главных проблем. Вот, как, вот этот барьер, то есть, Россия, ментальная, страна с каким-то потенциалом, что, ну, советское время, да, две шапки шил, три в карман, вот и заработал, да, фактически на производстве. То же самое в любом аспекте. Как вы с этим боролись и смогли бы вообще этой историкой брать «Свездном» и как это было, допустим, в этом реале? Ну, проблема вот именно такого открытого роста для него очень большой. То есть материально на этом что-то, но было много проблем, я не знаю, кто это следит. Больше же, у меня всегда больше главного открытого роста, когда люди, не знаю, продают себе аксессуары, например, или, ну, больше кочек, ну, да. там много доставили. в России это проблема огромная. Мне кажется, она раз, не знаю, 5-10 больше, чем в Америке. но мне кажется, она действительно берет корни секс, квадратитета, все, однородное, все мое, это честь и доблесть, не знаю. то есть это была большая проблема, мне кажется, американский план в плане Мамо-блоки. Ну, допустим, вы, как я понимаю, с 2015 года здесь живете, у вас, у нас есть большой опыт, здесь в бизнесе, есть опыт, допустим, установки бизнеса. Если, допустим, откатиться назад, имеете опыт, который вы сейчас проводите в Америке, смогли бы вы имплементировать это в России или нет? Это ментальная такая прошивка, которую нужно менять именно с другим поколением. Больше философский вопрос. Но в России оно в любом случае меняется. То есть мне кажется, что новое поколение людей, они ездили, ну, ездили, по крайней мере, в Европу, мне кажется, с новым поколением было меньше с этим проблемный вопрос. меняется это или нет, это сложно, потому что, ну, скажем так, это улучшается, это улучшается. То есть, условно говоря, если там, 20 лет назад было время, да и вообще не платить нам будет, сейчас я думаю, что существенная часть бизнеса в России платит на уровень, то есть функциональная прозрачность в этом плане повысится. Но все равно, как бы, люди в России все равно ориентируются на то, что происходит в России. Они верят, что, не знаю, большая часть экономики, которые, вовремя там, международные государства и государства не могут предупоровать. Ну, это сложно, не сложно в такой среде. То есть, среда, на самом деле, очень много определяет относительно того, какая культура у людей, то есть, как они действуют, как мыслят. и внутри одной диапазонной компании число с собой культура, которая сильно отличается от культура государства. То есть, вспомнила, то есть, у вас все равно все право культура не на работу, но сталкиваться, не знаю, с киноксомерами, с... культура, с культура, с культура, с культура, с культура, сильно улучшилось и прошло, не прошло. Был вроде на полный путь, мне кажется, в части, в части уменьшения, в части уменьшения такой бытовой провод. Ну, вы, на свой взгляд, можете сказать, что, допустим, такие компании, как связной, допустим, Ева-сеть, там, другие компании, которые действительно быстро развились и дали какие-то хорошие результаты, когда поменяли вообще культура потребителя. Ставили вы вообще такую задачу себе, когда вы работали на руке, помимо торговать, как-то менять сознание, ставить более глобальные цели. Наверное, у нас этого много не получилось, по крайней мере, на тот момент, когда я этим занимался, у нас там было больше сотни награды строительства корпоративной культуры и чар, технологии. И основное, что мы делали, мы, наверное, давали людям собственные силы вместо, ну, как бы, переноса центра ответственности на государство или на окружающий мир, на то, что что-то не получается с окружающим миром. То есть, то, что мы делали, в основном сводилось к тому, что все, что человеком происходит, это его, собственно, личная ответственность. в принципе, в этой части наверх. А так, у меня была личная миссия с 2005 года, я хотел поднять Россию, по словам поднятия, на тот момент принимал, скажем, такое материальное благосостояние людей. В принципе, вот эта цель, она была драйвером того, что вот сечение моего зрителя. Хорошо, вот понятное дело, что каждый хочет зарабатывать, каждый жить очень хорошо и так далее, но сколько я помню свою жизнь, допустим, в России, всегда присутствовал следующий момент. То есть, если ты не сын, будешь, если ты не обладаешь какими-то связями, соответственно, сложно как-то быстро двигаться. Допустим, это кардинально отличается, допустим, от американской какой-то культуры, да, твои знания, твои умения и так далее, они сразу конвертируются в деньги. Да, я согласен, что через какое-то время, если ты хороший специалист, я не говорю про баланских ребят, там, МФТИ, ФСТ, Плаунка, потому что, в принципе, они все пристроены, потому что учиться в этих университетах было сложно, и там действительно давали хороший кластер знаний. Вот, и понятное дело, что они устраивались, ну, более приземленные, да, профессии. Соответственно, мне кажется, что нужно, вот, ставили вы с целью, допустим, вот, в вашей компании, люди приходили, у вас работали, допустим, потребители ваши, ставили ли целью вообще целом менять свое отношение к трубу, к отношению к чужим вещам, там, я не знаю, вообще, к отношению к бизнесу. Сколько я помню, у меня даже проект называется «Спеклянт», само слово, да, там, спекуляция, предприятие, предпринимательство, оно было маргинализировано, и люди, которые зарабатывают деньги, имеют какую-то маршру, они считались уже спекулянтами или тот, кто хочет на ком-то заработать. Здесь, допустим, в Америке, такого нет, здесь нормально зайдите, я хочу заработать. Как вообще это поменять? Сколько должно пройти времени, чтобы вообще это как-то поменялось? Мне кажется, что это точно поменялось. То есть, когда я начинал, не знаю, 90-е годы, действительно это было очень такое стыдное понятие. То есть, торговать было стыдно. Не важно как-то, ты не прорабатываешь, торговать было стыдно, а быть инженером было почетно даже если денег вообще не было. Мне кажется, это меня изменялось постепенно, постепенно, мне кажется, это переломилось, наверное, может быть, пять назад, десять назад. То есть, мне кажется, что... Я просматривал по вопросам, и это отношение поменялось. Мне кажется, что условия в России уже точно совершенно. Нимальство и бизнес, с точки зрения престижности и отношения, мне кажется, абсолютно здоровые европейско-инфеканские отношения. Хорошо, правда, вообще возникла такая ситуация в целом, когда люди не готовы брать, допустим, ответственность предпринимателя, кто фактически этот человек, который берет ответственность, он понимает, что он сегодня должен сделать что-то, что даст ему денег. Интересно, он берет ответственность. Вы брали ответственное за сколько людей? Ну, вот, допустим, связь на срок где работала. Ну, где работало почти 30 тысяч. Вот, 30 тысяч людей. Вы же чувствовали персональную ответственность за этих людей, правильно? Вы готовы ли брать российский язык? Если люди в России не готовы, допустим, вот есть... Нет, я не чувствую. Нет, я просто щелчок включается на срок. Я, как бы, все-таки оперировал ответственностью за компанию, за бизнес, за проект. А если брать с людей, то человек сегодня работает у меня, работает в любом месте. Но сегодня интересного оператора нет. У нас в среднем, там, в среднем урочном бизнесе, там, люди больше двух лет, они как-то продают, работают. Если брать, это как-то дни, то, что мы сами работаем в магазине. Ну, мне кажется, человек отвечает, сам все будет. Спасибо. Спасибо. Я скорректирую немного вопросов. Прошу прощения. Надо сказать следующее, что вы же ставили цель, что при развитии вашей компании в целом люди, которые работают в этой компании, они будут жить хорошо, они будут зарабатывать хорошие деньги. Не то, что у персональной карты, да? То есть, эта задача ставилась. Соответственно, понятное дело, что у вас была персональная ответственность, но у людей в России, как я сейчас вижу, и то, что происходит, допустим, в Украине, то, что происходит сейчас внутри страны, персональной ответственности нет. Все равно люди перекидывают ответственность на власть, на кого-то и не готовы за себя отвечать. Глобально может быть предприниматели, которые являются очень ограниченное количество людей в России. Они, может быть, да, сильно, как вы, допустим, как я, как люди к себе, которые пришли, которые сами, допустим, уехали, и здесь начали, чтобы что-то добиваться. Но внутри страны такого нету, вы просто... Ну, да, такая ситуация есть. То есть, ну, по крайней мере, она была, и меня сильно разочаровывало последние 20 лет назад, сейчас я не знаю. В последние 8 лет в России есть только один раз на месяц, и выиграли. А когда я обещал процентов 80 людей на вопрос... Ну, процентов 80 людей в целом стране, они ориентировались на государство и считали, что государство за них отвечает в части их благополучия. И это было сложно, ведь все это отражалось, потому что на том, когда голосовали, то есть не больше 20% людей были готовы голосовать за западную повестку. Ну, то есть, тут было такое разделение, оно, наверное, немножко уменьшилось, хотя сейчас, я думаю, в последний год несложно сказать, куда привыкли по данным. Мы уже затронули тему с Украиной, хотел бы вам задать вопрос. У вас есть конкурент, Евгений Швард, довольно-таки ярко поступает в интернете, делать видео по поводу своей гражданской позиции. Ваша какая позиция к этому вопросу? И хотелось бы просто интересоваться, узнать вашу позицию к войне на Украине. У меня была позиция еще в 2014-2015 году. Я когда считал, что прям воронный, я считал, что сделали неправильные действия. После этих действий, вернее, пропало на связи, чтобы вы делали в Россию. Соответственно, то, что было сделано год назад, мне надо считать, что это ужасная давала еще. У вас, допустим, круг вашего общения был из-за вашего бизнеса, понятно, обширный. На тот момент, да, вот 2014-2015 год, вообще истеблочный, то российскому было понятно, что это закончится войной, или до последнего времени это была неизвестная лична? Я не думал, что это закончится войной, но у меня не было достаточно информации. Люди, которые грабили в Хакис, вроде Владимира Ильича, зарплаты будут у кого не знают, что у нас случилось. То есть, много, как бы, все это добавилось. То есть, она добровольная группа. То есть, в принципе, его в каком-то кругу, это величина была известна, да, что... Это очень-очень-очень-очень-очень-очень. Понятно. А после того, как все эти события на человеческом году, как быстро вы приняли решение, что вы хотите покинуть Россию, и почему вы выбрали вообще Америку и начали здесь двигаться? Ну, у меня наложилось событие. То есть, я потерял управление. Я потерял управление полным. Для того, чтобы развивать то, что я развивал, я заплатывал операцию. И когда случилось двигаться и прям, это довольно... Ну, это очень негативно мне не сказалось. И я потерял контроль. Были компании. Довольно быстро играли. С Новым Владецом я довольно быстро пробовался. Я какое-то время, на самом деле, оставался еще в России. Несколько месяцев. У меня были какие-то мысли, что ты делаешь в России. Не знаю, потом у меня в какой-то момент наступило некоторое разочарование от позиции партнеров-телектора. И потом у меня было какое-то ощущение, такое отсутствие поддержки. С одной стороны, а с другой стороны, в последние несколько лет меня очень интересовалось организоваться. Инвестировались в компании «Ужайл» в Лондоне. И у меня было дели с одним проектом. Посмотреть, что происходит. Ужайл в Батарину. Поэтому я просто приехал на несколько месяцев в Батарину и ушел остаться в Патарина. А какие проекты? Сейчас у вас есть какие-то бизнесы в Америке. Какие проекты вы инвестировали с 2015 года? Могли бы по-подробнее встроить? Ну, я практически ни в основе не инвестировал после чего-то того, что я все потерял. То есть я сначала взял управление и контроль. Я какое-то время надеялся, что из этого может что-то получится, но оно, собственно, не получилось. Соответственно, я несколько лет просто консультировал в жанре участника Борда, либо на среднем стратегии в компании. Я, ну и сейчас я продолжаю в этом классе признаться. Консультирую ребят, которые делают планковский проект на Африк Малатинской Америке. Консультирую, консультирую на южную студию. У меня есть два своих проекта, которые я делал для ранних статей. Одна из них — это платформа для дизайнеров. Это платформа, которая помогает фэшн-дизайнерам публикации и сюжетам, совместный процесс творчества, продзорсинг-видий, ротфандинг, отрисепт. То есть это такой Patreon для дизайнеров. Подформа для совместного создания вещей и коллекции, поддержки дизайнеров. Основные надеяния такие. То есть сейчас у вас фактически будет заниматься консультируемом, да? Помогайте компаниям, находите инвесторов. В общем, я не очень люблю заниматься поиском чего-либо. То есть я в основном просто... Я вижу хорошую стратегию, я вижу продукты, я вижу макетинговую стратегию. То есть я в основном... Ну, в принципе, мне больше интересно... Я не занимаюсь на портинге. А, то есть самим продуктами. Конечно, да. Я занимаюсь больше... Там, куда компания делится, какие продукты строят, как могут играть. То есть в основном мне вот эта часть интереса. Хорошо. Допустим, вот человек к вам приходит. Команда, да, ребят к вам приходит. Как они вообще могут вас заинтересовать? Сколько это стоит? И на каких условиях вы с ними сотрудничаете? Ну, я так скажу, что... Это просто происходит так. Иногда это не... У меня нет такого покупок. То есть они просто приходят, мне стараются друзья знакомые. Они говорят, вот ты делал вот это. Можешь помочь. Я говорю, хорошо. Ну, то есть в таком жанре... То есть это не... Я не делал вот это какой-то консалтинг-бизнес, там, наверное. То есть я сейчас... Ну, я... Иногда бывает случайно, мне понравился какой-нибудь проект. Понравился человек, понравился проектом делать. Например, от... Доктора галереи, там, у меня... Бывшая жена художник, я решил. То есть у меня есть какая-то связь с этим. Я решил, что... Мне это не интересно не помочь. То есть это на самом деле все такое очень у меня... Такое шаотичное, случайное. Мои интересы, я так скажу, что... Мне интересны несколько тем. Мне интересна треатриатриатриархонами. Мне интересна тема... Вокруг... Веб-тре-сошел, связанная с координацией людей, связанная с... Ну, связанная с новыми инструментами. Создание сообщества и координации людей. Мне интересна тема сообщества и креативной экономики. И тема волос. Вот три основные темы, которые... Вокруг которых я... Вокруг которых... Может быть, какой-то цельный интерес. А, финтек. Ну, финтек... Ну, финтек вот... Какое-то только участие... Финтек это такая... Прикладная история. Она у всех моих проектов участвует сейчас. Потому что, ну, сейчас... Так или иначе, финтек заползает в сошел. Вместе с его перед темами. Вот. Поэтому финтек тоже может быть. Ну, и я говорю, что я... Я нахожусь сейчас в последнее... То есть я нахожусь в состоянии, когда у меня здесь будет как-то, что я делаю. Нет, ну, недостаток для тебя для работы 6 дней. Понял вас. Спасибо большое. Если позволите. У нас уже проекта уходит. Ваше пребывание. Я ребятам дам сейчас микрофон. Кто-то далека захочет задавать вопросы. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кирина Кирина. Я вас очень хорошо знаю. Вы, наверное, знакомы с компанией «Пельежики» и Миша Воронин. Да. Я уже поработала в этой компании. Собственно, благодаря в том числе связному я построила свою карьеру в Москве. Я визажист. И я стала делать свой бизнес салон для визажистов. То есть я организовала свою компанию. Это был приятный стабильян, связной МТС. У меня такой вопрос. Я сейчас живу в Америке. И я построила свою карьеру в Москве. Сейчас я здесь. И у меня как бы... Я нахожусь в такой ситуации, что я как бренд. То есть я хочу себя продвинуть, либо создать свою линию, либо школу. Что вы посоветуете человеку, когда у меня, например, нет возможности финансовую. Но что вы можете посоветовать? Работать с партнером, идти инвестором. То есть как мне стартануть и пойти более большими шагами. И не быть вот в этой маленькой истории работы с салонами. То есть как бы масштабироваться, но сразу. И вообще возможно ли это? То есть что вы можете сказать об этой ситуации? В бьюти сфере или нет? Все. Ну а что именно вы делаете в этой сфере? Почему ваш продукт в этой сфере? Я делаю макияжный участок. Я занимаюсь обучением. То есть мне все, когда я живу, очень хорошо продвигаю. Нужно быть брендом. Создать свои линии косметики, допустим. Своё что-то. Но работать с кем-то, это есть определенные листы с инвесторами. То есть я вот сейчас услышала вашу историю, я отчасти знаю. Вот просто, что вы можете посоветовать конкретно человеку? Стоит ли работать с кем-то вообще? Или стоит ли вообще все делать самому? Нанять людей, начать с небольших положений. И все-таки нужно быть инвестора. Как бы хорошая коллаборация, партнеры. И двигаться вместе для того, чтобы усилить свой проект. Ну, наверное, очень сложный вопрос ответить. Потому что это недостаточно просто. Мы только знаем, как что делать. У вас эта дилемка простая. Либо у вас маленький сервис, бизнес, тогда бискадемия. Брендсинг-фэмили. То у вас просто удержался. И вы просто начинаете зарабатывать. Да, если вы хотите вот это что-то венчурное сделать. Потому что там есть бактерии по скорости роста. Полноштабированности по скорости роста. Они там минимальный, двукратный, двукратный расход. То есть для некоторых людей это комфортно, для некоторых нет. Венчурная вся история требует. Из-за того, что она требует высокой скорости роста, она же одновременно убевает у пациента смертности. Потому что чем быстрее вы растёжете, тем сложнее этим управлять. А кто сохранит, чтобы выбрать свой стиль, когда на проектах работаешь? Я знаю, что вы очень, я читала вашу историю, как вы развивали не только все зоны. Вы очень рано сюда начали работать в своей сфере. Вот как сохранить свою идею, чтобы она не ушла с инвесторами, с инвесторами? Сохранить свой проект, свое направление, свою идею. Чтобы ее не трансформировали, не развивали, грубо говоря, в дальнейшем. Но это же определяется тем, кто изначально не радует интервью. То есть, либо у вас контрольный пакет, либо у вас сходная золотая, от Светлана Цукерберг. Либо у вас инвесторы, которым вы доверяете, которые считают, что он вас поддерживает. И у вас обычно, не знаю, на 10-15% акций, личные инвесторы хотят 1-2. И чтобы вы могли сохранить все видение, вам нужно на поддержку тех, кто вас инвестирует, на поддержку их части того, что вы остаетесь либо генеральным директором дела, либо директором по маркетингу, стратегии, то есть, чтобы было решение на стране. Ну, это все вопрос доверия инвесторов вам. Либо это вопрос скорее того, что вы строите что-то маленькое, и вы растете. Один из моих друзей, как-то из того, что смогут быть. не обязательно нас за всеми, кто строит большие инвесторы. Для многих людей важнее сделать что-то маленькое, но это маленькая страна, чтобы в такую атмосферу находить. Скажите, у вас очень большая насмотренность и в таком реальном бизнесе, и в вечерном бизнесе. Понятно, что вопрос очень общий. Какую индустрию, что часто применяется в Америке, как вы видите новые перспективные рынки, новые технологии? Понятно, что вопрос очень большой, во всем сложно разобраться, но, возможно, вы какие-то видите большие тренды. Ну, они довольно банальные. То есть, правильно, много сказаний написано. Есть один большой тренд, который описал Еван Тарадо, в этой книжке «Сэдненс». Тренд состоит в том, что внимание переносится на человека, то есть, в качестве его образования и здоровья. То есть, все, что связано с образованием и здоровьем, существованием с фокусом на человека – это то, что является фокусом всего 21 века, просто потому что, во-первых, материальных вещей есть определенные. То есть, это первое, второе. Ну, второе – создание материальных благ, гораздо чем автоматизироваться, чем то, что происходит в человеке. Это первое – большой тренд. Понятно, что все с мной все пользуются, там, чат-жи-пытье, там, 4-я – большой тренд. Ну, фьючер-у-бор как тема, большая тема. Будущая торопа будет разобраться. Я верю в крипто, несмотря на все ее. Но больше верю в крипто в части, как я уже сказал, инструмента координации между людьми. И верю в такое альтернативное государство с точки зрения выпуска денег. То есть, она сейчас, конечно, потеряла некоторую свою магию. Но я все равно считаю, что это достаточно. Это очень интересная технология. Общий вопрос. Продолжая тему AI. Знаете, есть армем такой, когда все криптоинвесторы и крипто-предприниматели разворачиваются, превращаются в AI-специалистов. Ваше мнение – нужно пытаться поймать тренд. Ну, если говорить про AI. Мне кажется, что сейчас все AI-фрии немножко перевернет. Потому что появляется какой-то инструмент, который позволяет оптенцизировать многие вещи, которые делают свои мистиками. А если создавать как-то биджи сейчас 0. Стоит танцев как бы осевать эту новую технологию в какой-нибудь AI-фрии? Или стоит танцевать? Ну, дело, что в криптоинвесторы, наверное, даже более мощное. И старых индустриях может быть. Ну, мне кажется, что вообще подходите к тому, что вы хотите делать. Мне кажется, надо здесь немножко с другого конца. Мне кажется, надо сначала себя принимать. То, что туда вас тянет, чем на вас плечет. Что будет сделать. Что у вас вызывает белая голова. И от этого вы уже даже смотреть какие-то проекты. То есть, мне кажется, делать проекты исходя из того, что сегодня в тренде, что сегодня в тренде, это очень неустойчиво, скажем так, так и стоит. Потому что, видеть себя принимать, вы делаете дополнительный пост и дополнительную исследовательность. В последовательности поста. И в такой поста он возникает только если что-то, что вы делаете, это то, что вы не можете им делать. А если вы просто захватили какой-то границы, то, скорее всего, через два года у вас возникнет ощущение, что теперь это выход. Ну, надо опять перескакивать. Да, надо перескакивать. Более интересные вещи. Или более модные вещи. Поэтому, мне кажется, что... Мне кажется, что он первый пас за вопрос. Ну, я просто точу еще. Но, в первом, если смотреть, как все это понимаете, там, возьмите в комнату, да? То есть, когда он с качественным зрением, но вряд ли ему идет там, не знаю, я уже давно бы старался. Ну, как заскочил банку сквозь. Там и остался. Вопрос в том, что при этом есть компенсации, которые на что не возьмутся, да? Они как-то как-то не подрастают. И все на это будет. Ну, да, это, наверное, вот так. Наверное, наверное. Ну, там, может быть, все равно какой-то свой интерес. У тех пор. Может быть, ему нравится быть публичной персоной. Там неважно, в чем, да? То есть, может быть, ему нравится ставить свое имя на разные проекты, проекты, перезаплания. Там все, что ему дает, не знаю, популярность, известность или возможность трибуны для отражения своей цели, там, жизненной позиции, взгляды. Может быть, у него такой критерий в этих проектах, я не знаю. Я просто говорю, что вот тот мотив, который Ваня движет, я не знаю, какой он у вас. Он, скорее всего, не такой, какой он был. Надо разобраться сначала с этим мотивом, потом будем что делать. Добрый день, я зовут Илья. Спасибо за ваши ответы. У меня такой вопрос, сколько вы инвестируете в V3.0. Я хотел узнать, какой вы видите рынок ритейла через пять, через десять лет. Поскольку мы видим сейчас, что кто-то говорит о том, что, возможно, это будет человек в VR очках ходить по супермаркету и выбирать все продукты. Возможно, мы видим пример, когда парень, помню, скорее, там, на камеру показывает, как он украсит помады на своих клубах, продает за один день на один миллиард. Скажем так, если бы вы делали связной 20-20, то каким бы он был? Я очень верю, что во всем это связано с темой social e-commerce. Social e-commerce, она движется по самому атмосферу вверх. А Америка и европейские страны отстают в Китае. В этом вопросе стало красиво. То есть я считаю, что будущее в том, чтобы бренды становились друзьями твоими. То есть это достигается за счет именно того, что бренды... Люди хотят покупать у людей. Мне кажется, что... То есть я очень верю зашел в бренд. Если есть люди и слова. Спасибо всем большое за вопросы. Максим, уходите. Я извиняюсь. Еще один вопрос. Хотелось просто еще общую фотографию сделать. И у вас посвятить, пожалуйста. Так. Максим, спасибо за то, что вы говорите. У меня к вам такой вопрос. Более приземлен. Насколько важны методы на ранней стадии эстетапа? Что я резюмею? Немножко... В общем, супруга уже несколько лет начала увлекаться психологией. В итоге последние полгода начали создавать некую свою программу. И за последние три недели я просто упоролся и сделал как бы из трех-четырех сервисов продукт, которым люди уже могут пользоваться. Так вот, вопрос теперь. И за него даже могут уже деньги платить. Мы сейчас вот сегодня уже запустили рекламу на это. Стоит ли упорываться дальше, бежать вот за этими метриками деньги, чтобы показать инвестору? Или стоит ли дальше, наоборот, найти правильного инвестора, который видит вот это развитие? И я вижу, как туда и веб-треносы подкрутить. Но на это, естественно, нужны деньги. Ну, то есть, либо мы идем мелкими шагами, пытаемся всем доказать, какие мы красавчики, где мы можем зарабатывать деньги, или же стоит просто найти правильного, потратить время, правильного партнера, лица инвестора. С кем уже дальше начинать все это растачивать? Потому что это хелстэк, а mental health – это все равно немножко рублей деньги, и не нужно свою делку в торговку лица товарища. Ну, насколько я знаю, смертность стартапов после игрушки и игрушки отличается в два раза. Ну, по крайней мере, я слышу такие цифры. Некоторые люди, которые массово инвестируют, когда стартапы ранее стали. Вот поэтому, ну, это и для вас, наверное, внутри полезно, и для инвесторов. Надо просто понимать, что…